Главной темой межцерковного молитвенного служения за Израиль в Церкви Божьей в Царицыно стала Алия. Слово, совершенно незнакомое для среднестатистического российского обывателя, хорошо известно евангельским верующим. И означает оно восхождение, возвращение евреев в землю Израиля. Многие евангельские церкви России молятся за Израиль, участвуют в ежегодном всероссийском молитвенном марафоне памяти жертв Холокоста и восстановления Израиля, а также много делают для сохранения памяти о жертвах Холокоста. Мы еще и еще раз утвердились в том, что даже за служение Алии, за то, что Бог сказал в своем слове, что это исполнится, за это Бог нас призывает ходатайствовать. Он приглашает нас к соработничеству. И поэтому мы сегодня с Божьей помощью это совершили. Да благословит вас Господь! Присоединяйтесь к молитвам! Не умолкайте на стенах Иерусалима ни день, ни ночь! Мы видим через Библию Божие обещания относительно Израиля, относительно земли Израиля, относительно Алии, восхождения. Но так важно, имея эти обетования и желание помогать и участвовать, также молиться об этом. Поэтому присоединяйтесь к межцерковной молитве за Израиль. Будьте вместе с нами, будьте с Израилем, и Бог обязательно благословит вас! Практическая помощь евреям в Алии – это один из важнейших проектов иудейско-христианского диалога в России. По сути, это и есть диалог, диалог дел. И, безусловно, он нуждается в молитвенной поддержке. Поэтому верующие из 12 евангельских церквей Москвы молились в этот вечер за успешную Алию для тех, кто ее совершает сейчас, за скорейшую адаптацию для тех, кто уже вернулся в Израиль, за мир на земле Израиля, за развитие и укрепление иудейско-христианского диалога в России. Мы молимся о том, чтобы наши церкви, любых деноминаций, любая христианская церковь, чтобы мы между собой имели это единство, чтобы Израиль между собой, внутри своего народа, он имел это единство, любовь и благословение Божие. Как написал пророк Малахия, что когда придет Господь на землю, чтобы Он не поразил землю проклятием, чтобы сердца отцов обратились к сердцам детей, сердца детей обратились к сердцам отцов. Поэтому приходите, присоединяйтесь, да умножится Царство Божие на земле. Мы хотим, чтобы мы собирались и вместе молились за израильский народ. Но на всяком месте ты можешь возвысить сегодня свой голос и обратиться к Небесному Отцу и просить Его, чтобы Он благословил свой народ Израиля, собрал всех рассеянных детей своих на то место, как я уже сказал, которое выделено специально для них на этой земле. И я верю, Бог благословит тебя в этом. Желаю всего самого хорошего и наилучшего. Каждому из вас будьте благословенны.